Ребята, всем привет! Я запасся тут всякими нагрузками. Это лампа на 220, вот такой вот вольтметр, также тестер, который я буду, ну мультиметр, который я буду использовать в режиме амперметра, и также блок питания с функцией ограничения тока по постоянному току. Кавтология, а все это из-за того, что есть у меня вот такая вот посылка, в которой должны быть токовые клещи. Хочу представить вам канал Денис Сенсей. Денис занимается распаковками и обзорами различных товаров из Китая. Будет рад новым подписчикам. Ссылка в описании. Это клещи, которые будут использоваться у нас в лаборатории, то есть это не как часто бывает для кого-то заказ. Кстати, показал человеку, которому мастэч купил, он им пользуется, очень доволен, говорит все супер, на работе выручает. Я специально у него даже попросил, и он мне смог его принести только на выходные, говорит, потому что по работе нужен. Ух ты, даже батарея есть. Так вот, когда показал Лёше, у которого мастэч, он говорит, о, классно, говорит, сейчас, говорит, я бы все-таки купил бы себе унит, потому что есть термопара для того, чтобы измерять температуру. Но, тем не менее, тем мастэчом он пользуется, доволен. Щупы. Ну так, выглядят такими дешманскими, но удобные. И, кстати, очень такие вот мягкие, неплохие. Но вот эти, по крайней мере, выглядят намного как-то более профессионально, что ли. Это вот как будто такой детский вариант. Хотя, не знаю, эти больше нравятся. Даже на английском есть инструкция. Сейчас быстро расскажу параметры, которые он мерит. На скидку, что я помню, что мерит ток до 400 ампер, как переменку, так и постоянку, что и нужно. Диоды можно прозванивать 1,48. То есть, на диоды при прозвонке подаётся 1,48 вольта. То есть, многие светодиоды могут не загореться от такого напряжения. И вот ток. Нет, этот до 600 ампер. Прошу прощения. До 600 ампер по стоянку. И переменку тоже до 600. Почему-то я видел, что до 400? Нет, до 600. И это круто, потому что сейчас позвонили одни знакомые. Они купили, ну они эти музыканты, купили стартер на 300 ампер. И не могут спать спокойно, потому что стартер, вроде бы, размером совсем-совсем чуть-чуть больше стандартного, на 50-60 ампер. И они не знают, выдаёт он 300 или нет. И вот скоро они к нам подъедут. И мы заценим вот этот, вот эти токовые клещи. И заодно я подцеплю ещё мастетч. Вот как я говорил, Лёша дал мне на выходные их пластмасс. Но мастетч в этом плане получше будет. Он весь резиновый. У электриков эти приборы очень часто падают, я вас уверяю, потому что таскают их. И когда корпус весь прорезиненный, вот этот уникс, то это, конечно, стоячка вперёд. Так как лампа – это резистивная нагрузка, то косинус фи будет равен единице. И, в принципе, мы можем примерно посчитать, что при напряжении 220 вольт какая мощность. Но, скорее всего, здесь не 220. Мы сейчас, кстати, вот этим мы и посмотрим. 227. Сейчас с этим померяем. Этому я верю как самому себе. Могу дать голову на отсечение, что он показывает правильно. 219. Ну, очень близко. То есть можно сказать, что всё отлично. Ну и теперь посмотрим ток. Итак, подключаем наши клещи. Цеплять нужно именно за один провод, а не два сразу, так как здесь магнитные поля будут взаимоисключаться. Поэтому за один провод выставляем, что мы хотим ток до 40 ампер, потому что лампа на 100 ватт и здесь максимум даже 0,5 ампера не будет. Выбираем, что ток у нас AC, то есть альтернатив. Сбрасываем всё в ноль. И, в принципе, мы готовы включать 0,39 ампера, а здесь 0,22. Врёт, врёт, очень сильно врёт. И, в принципе, мы можем посчитать, что здесь мощность 93 ватта. Если мы 220 поделим, точнее 93 поделим на 220, 0,42 должно получиться. То есть, ну, тут правильно показывает. Я не знаю, в чём проблема, почему он врёт, и правильно ли я вообще им пользуюсь. Ну, так ближе к телу, но всё-таки что-то не так. Что тут написано в инструкции? В общем, я был не прав с этой кнопкой REL. Я думал, что это сброс в ноль. На самом деле это перевод мультиметра в режим относительных измерений. То есть, к примеру, по цепи течёт ток 5 ампер. Я ставлю, я вижу, ну, к примеру, ток 5 ампер. И мне нужно этот ток увеличить на 3 ампера. Ну, допустим, там какой-то резистор подкрутить, чтобы ток увеличился на 3 ампера. Понятно, что для того, чтобы он увеличился на 3 ампера, суммарный ток будет 8 ампер. То есть, 5 плюс 3 – 8. И мы можем увеличивать до 8. Но для того, чтобы не считать это всё, мы можем при 5 амперах нажать относительное измерение. И всё сбросится в ноль. И мы добавим просто 3 ампера. Такая вот функция. И получается, что у нас, когда нет никакого тока по переменке, на экране горит 90-100 мА. А в таком режиме вообще 21 ампер. AC – AC – 0. DC – 21 ампер. Что за хрень? В инструкции ничего не сказано, что перед тем, как измерять, нужно сбросить или ещё что-то. Просто написано «взять» и измерить. Для того, чтобы измерить постоянку, я использовал вот такой вот лабораторный блок питания. Он позволит задать ток от 0 до 5 ампер. Образцовым измерителем тока будет вот этот мультиметр, которому я очень доверяю, потому что неоднократно им пользовался и постоянно его проверяю. Так, для себя, чтобы быть уверенным, что он правильно показывает. Вот сейчас он показывает 0 ампер. И мы переключаем на предел 40 ампер и выбираем по стоянку, то есть DC. И смотрю, чтобы что-то было видно. Подключаем провод. Да, у него, конечно, не знаю почему, но изначально у него уже ток 0,56-0,55 ампер. Вот это мне очень не нравится. Ну, не должно быть такого. То есть он должен по нулям быть. Ну, давайте зададим 0,5 ампера ток. Перестарался. Вы смотрите, в принципе, сюда. Сейчас я переключу на постоянку. Он стоит сейчас на переменке. Вот постоянка. 0,66 ампер. А здесь он врет. То есть все-таки ему нужно сбрасывать вот эти вот показания. То есть сейчас 0. И раз 0,66-0,67. А при переменке, как будто при сбросе он показывал меньше. Но в любом случае, возможно, он при низких значениях тока неверно показывает. Ну, давайте дадим между 1 и 2 амперами. Ну, скажем, 1,68. Он показывает 1,73. Я считаю, что это очень точно и очень правильно. 2 ампера, 2,06. 3,5 ампера, 3,64. Ну, 1,10 уходит. Ну что, сейчас приедут ребята-музыканты. Замерим постоянный ток в районе 300 ампер. Я не знаю, насколько он правильно будет показывать на этих пределах. Но учитывая, что постоянку на пределах до 5 ампер он показывает правильно, отлично просто, то, скорее всего, и на 300 ампера он тоже сильно врать не будет. Но в любом случае, я возьму еще клеящие мастетч, соединю их двое рядом и посмотрю разницу. Если разница будет небольшая, значит они оба показывают правильно. Потому что то, что они оба врут и одинаково врут, это очень маловероятно. Ну, он дает сейчас 20 ампер. 25 ампер. 25. Да. Теперь что, нужно немножко вваливать, да? Дать музыку и обороты. А попробуй дать только, ну, включи фары ради интереса пока. Они на дальние. Кондиционер, да? Давай, давай. А нет, кондиционер не надо, он же не электрический. Ну, на фэн. 40 ампер. Ну да, уже 40 ампер идет. 40. 40 ампер. 40. 40. 40. 40.